В спортивной школе даже рок-н-ролл не просто зажигательный танец, а акробатическое упражнение. Впрочем, Владимиру Анатольевичу Шаманову ближе другая спортивная дисциплина. Депутат Госдумы в прошлом мастер спорта по греко-римской борьбе. Когда парламентарий был награжден почетным знаком за труд во благо земли Самарской, сопутствующее денежное вознаграждение решил перечислить на поддержку начинающих борцов спортшколы Олимпийского резерва номер 14. Спорт надо поддерживать. Мы все родом из детства. Я благодарен своему учителю физкультуры, который в последующем стал моим тренером. Его нет, к сожалению, он несколько лет назад умер. Но то, что он во меня заложил, это мне позволило потом уверенно шагать по профессиональной жизни и просто себя чувствовать нормально. В 14-й спортивной школе Олимпийского резерва дети и подростки занимаются достаточно экзотическими единоборствами. Японским дзюдо и корейским тэквондо. Инвентарь и экипировка – дело затратное. Поэтому 100 тысяч, направленные Владимиром Шамановым в эту школу, три месяца назад пришлись весьма кстати. Впрочем, материальной помощи хватило и на то, чтобы отметить наиболее успешных. Отметили победителей открытых перенос школы, победителей городских соревнований и областных. Всего 56 человек. Мы купили экипировку в спортивной сумке и были торжественно вручены. Сейчас в спортшколе занимается 830 детей. Учебное заведение – одно из ведущих в областном центре. Владимир Шаманов пожелал воспитанникам олимпийских побед и напомнил, что у них есть наглядный пример того, как спортивная борьба помогает достичь успеха и на ринге, и в жизни. Ведь дзюдо, которым в этих стенах обучается подрастающее поколение – любимый вид спорта президента страны. Владислав Жирнов, Александр Дмитриев, Новости губернии.